Внешний вид груди после ГВ А у нас зубки режутся Я вообще-то не был готов Молодец Я решила, что это не наш метод Я ждала этот вопрос И все произошло проще Ничто другое просто мне не помогало Привет, красотка! И сегодня мы поговорим о насущном О завершении ГВ Сразу говорю, эта тема узкая И интересующая, скорее всего, только мамочек Какие были сложности Какие мысли у меня по этому поводу Какого плана я придерживалась И еще одно небольшое напоминание, но очень важное Я не консультант по грудному скармливанию Я не могу давать советы делать так или иначе Я просто мама, которая любит докапываться до сути Которая любит разбираться в том, что происходит на каждом этапе развития ребенка Если мой опыт и мои рассуждения будут кому-то полезны То я буду очень рада Я решила поделить видео на две части В первой как раз-таки поделюсь своей историей, своим опытом А во второй уже отвечу на ваши детальные вопросы на эту тему Начну с того, что до беременности До того, как я вообще начала думать о ребенке Я была без понятия Сколько надо кормить Что вообще означает грудное скармливание для ребенка и для мамы И начала погружаться в эту тему в конце беременности Мне кажется, в принципе, очень так органично Как раз уже вопросы беременности и родов у меня подходили к концу В голове уже все по полочкам разложилось И я начала уже задумываться о кормлении В тот момент я решила, что буду кормить так долго, как смогу Тогда я даже подумала, что буду кормить до самоотлучения Самоотлучение в моей голове представлялось, что Ева просто в какой-то период Перестанет хотеть брать грудь Потому что будут более интересные вещи в ее жизни И она просто сама про нее забудет И это тоже, конечно, такое себе ожидание было у меня То есть еще не родив, еще ни разу даже не попробовав, кого это кормить Я сразу себе такая сказала Ты будешь кормить долго Так лучше не надо Вообще всегда, как мне кажется, нужно полагаться на твое самочувствие То есть насколько тебе комфортно Даже если прописано кормить минимум до двух лет Насколько это полезно, насколько это важно для здоровья малыша А мама в этот момент вообще не в ресурсе Она кормит и прям вот ненавидит этот процесс То, конечно, никому от этого пользы не будет Поэтому я за то, чтобы все было в меру, все было в гармонии Мне было достаточно комфортно на всем протяжении грудного скармливания Это какая-то незримая связь с ребенком Такая нежная, трепетная любовь По которой я сейчас немножко так скучаю Потому что все равно этот этап позади И произошла определенная сепарация Конечно, как и у всех, у нас были сложные этапы Как минимум отказ от груди в районе 4-5 месяцев Когда просто ребенок начинает интересовать все вокруг И ему не так важна грудь Хотя еще, конечно же, он хочет быть на груди И в этот момент многие думают, что А, все, ему больше не интересно, ему больше не надо Но это не совсем так Здесь просто нужно больше терпения Больше прикладывания как раз-таки Больше предложения со стороны мамы Или пример прорезывания зубов Это период очень часто, в который мамы оставляют это дело Потому что им просто становится больно Потому что ребенок начинает грызть грудь Но во всех этих вопросах мне безумно помогала информация Если бы я просто опиралась на то, что я вижу, что я чувствую Может быть, я бы не всегда правильные решения принимала Хотя, казалось бы, почему материнское сердце не подсказывает? Ну, иногда, видимо, эмоции могут быть выше этого Как только ты понимаешь, как должно быть Ну, относительно, конечно, плюс-минус Никогда нет такого, что твой ребенок должен только так Если чуть-чуть по-другому, то это уже неправильно Имеется в виду, что вообще у него за период происходит? Почему, например, когда ребенок начинает грызть твою грудь Это от тебя зависит, будет ли он это делать? Ты учишь его вести себя под грудью Потому что грудь твоя, тебе больно Вот эти все вопросы мне были очень интересны Как начинается воспитание под грудью уже в таком возрасте И мне кажется, мы очень мягко, плавненько обошли вот такие вот проблемные зоны Потому что даже когда Ева начала меня кусать Это было реально очень больно Я показывала, что мне больно Я могла взвизгнуть Она понимала, что реакция уже какая-то иная То есть не просто я такая сквозь скрежут зубов, кормлю дальше Конечно, Евочка, я понимаю, у тебя зубки режутся Нет, уже в том возрасте, даже это 6-7 месяцев Я объясняла, что грызть можно игрушки, прорезыватель для зубов Хоть что можно грызть, но не мамину грудь Потому что маме больно И я оторвала ее от груди на это в какой-то момент Давала выждать время Объясняла русским языком, обычными словами Даже если кажется, что ребенок не понимает Он как минимум считывает вашу интонацию, ваш настрой, ваше поведение Так что да, одни только видео Нины Зайченко Про которую я говорила уже не раз на своем канале или в инстаграме Ее бесплатные видео на ютюбе сделали очень большое дело Мне сразу же отпали вопросы Будет ли Ева сосать пустышку Надо ли нам сцеживаться, как все говорили в роддоме Сразу, как только родила, сцеживаете, да побольше Можно ли спать совместно с ребенком Как влияет питание мамы на молоко И вот так мало-помалу шло время ГВ мне было действительно комфортно Особенно, кстати, в путешествиях Так как мы довольно-таки часто куда-то разъезжали Я просто могла петь оду грудного скармливания в самолетах По приезде куда-то И около двух лет я почувствовала, что мы можем Мягко, плавно, постепенно двигаться в сторону завершения ГВ Там есть определенные, конечно, моменты, когда можно понять Когда мама готова Как минимум у нас были сведены до минимума прикладывания днем У груди, они были только действительно по нужде То есть на сон Просто прикладывания по скуке Такого не было уже Важные вещи, которые я конспектировала Как минимум начать со слов С правильного произношения этого процесса Я сразу поняла, что мое самоотлучение Как я его называла, самоотлучение Оно неправильно с точки зрения вообще смысла этого слова Самоотлучение это передача ответственности за длительность ГВ ребенку Вот, казалось бы, достаточно поверхностно Это всего лишь слово Но мы наделяем смыслом это слово Говоря самоотлучение Я как бы говорю Ну, в общем, Ева, ты разбирайся сама А я на твоем поводу буду У тебя на поводу Это, знаете, как корабль назовешь так Он и поплывет Это значит, что в любой момент, где она там будет увиливать что-то как-то Я буду за ней, как марионеточка, ходить А должно быть наоборот Я мама Я взрослая Я принимаю решение Подстраиваю его под состояние Евы Но не так, что она становится главной Не она становится мамой, а я ребенком В то же время отлучение Самоотлучение То есть я у тебя отлучил кого-то Это насильственное прекращение ГВ со стороны мамы в короткие сроки То есть несколько дней, недель Это действительно очень короткие сроки Рекомендуют закладывать 2-3, а то и 6 месяцев Просто с момента, как ты решил Да, я хочу завершить ГВ И вот как раз таки завершение Это обоюдный процесс В котором есть материнское решение Основанное на знаниях В согласии ребенка Когда он к этому готов И этот процесс, внимание Начинается с первых дней жизни Казалось бы, как? Ну, в первые дни он просто чисто круглосуточно на ГВ Ну, если мы так посмотрим В перспективе С рождения до 2, там, с половиной лет Как раз таки происходит медленное завершение грудного вскармливания Оно же всегда идет на уменьшение И важные, на мой взгляд, психологические моменты Которые помогают на протяжении всего пути То, что ты берешь на себя ответственность за происходящее То есть ты в этой ситуации мама Ты не ребенок То, как раз о чем мы недавно говорили Второе, это вообще очень глубокий пункт Я сейчас его раскрою пошире Желать отделения ребенка от себя И способствовать этому Что здесь имеется в виду? Иногда мама решает завершить ГВ просто на эмоциях Просто, ну, все задолбало, все бесит Я привязана к ребенку У меня нет там какой-то своей жизни Все, прям сейчас бросаю, все Но на самом деле она к этому вообще не готова И очень часто мамы вообще не готовы К сепарации ребенка от себя Наверное, вы замечали такое распространенное Мы поспали Мы покакали Мы сегодня в хорошем настроении А у нас зубки режутся У вашего ребенка режутся зубки У вас зубы прорезались, когда вы были маленькими Вы были вместе только тогда, когда вы были беременны Вот когда у вас был ребенок в животе Это были вы Это очень важный момент, когда ты отделяешь своего ребенка Даже на уровне слов Он пойдет в садик Он сходил на горшок Как для него полезно понимать, кто он вообще То есть он не с мамой всегда в коалиции Вот так вот, да? И тогда ему как раз-таки сложнее с мамой вообще отделяться Как так? Мы же одно целое, я потерял половину себя Это вот просто банально даже в словах, да? Мы А очень много происходит на уровне переживаний За ребенка, как за себя Мамы иногда вплоть до 20-30 лет Там своих детей не отпускают во взрослую жизнь Пытаются принимать решения в их жизни Как-то все это контролировать Не давать ошибаться Это тоже вот вопрос к этому Так что это важный момент Понимать, что произойдет сепарация ребенка от тебя Еще один важный момент Это просто знать и поддерживать суточные ритмы Характерные для каждого возраста ребенка Звучит сложно и скучно Но это спасение, девочки Это спасение для каждой мамы Особенно в первый год жизни ребенка Когда эти суточные ритмы меняются с каждым месяцем Потому что ребенку сначала надо 7 снов в день Потом ему надо 5 снов в день Потом ему надо 3 сна в день И этим должна заниматься мама Точнее родители У кого как это получается Но в основном меня смотрят, я думаю, сейчас мамочки Почему это важно? Да просто-напросто Потому что если ребенок все время будет перегуливать Или не догуливать Он будет хотеть чаще просить грудь И этот процесс будет, ну, очень сложным Завершение грудного вскармливания, я имею в виду Вам будет казаться, что наоборот там висит на груди Отлучки это сверхважный этап при завершении ГВ И начинается этот этап с 6 месяцев Ну, это не я придумала, конечно Так рекомендуют психологи Для развития как раз-таки понимания у ребенка Что он в определенный момент времени остается один Не то чтобы один, без мамы Происходит не так, что, знаете, до 2 лет он сидит только с мамой дома Она всегда с ним вообще Он ни разу даже не понимает Каково это, когда мамы нет с тобой в квартире И ровно в 2 года мама выходит на работу, например И у ребенка просто стресс Он, казалось бы, уже большой Казалось бы, 2 года Вообще самостоятельный малыш Но это дикая потеря Потому что не было постепенного вот этого с этапа на этап Переходящего опыта Что вот, мама может уходить сначала там в туалет Это вообще самое первое Когда еще малыш ползает по полу Ты даешь понять, что я могу уходить в туалет Дверь закрывается Но я обязательно потом возвращаюсь к тебе И это повторяется раз за разом Ребенок понимает, это безопасно Мама может сходить в туалет, в душ И она меня не бросила Она потом обязательно возвращается Мы играем дальше И так очень постепенно, постепенно Доходит до того, что вот как раз в возрасте 2 лет Ребенок готов пережить расставание с мамой в 2 дня Мы уезжали с Денисом, например В возрасте Евы 2 года и 2 месяца Это был первый раз, когда мы поехали с ним На 2, на 3 дня в Санкт-Петербург И оставили Еву тоже с доверенным лицом Для нее близким человеком с бабушкой И она психологически уже к этому готова Конечно, она тоже скучала Но точно никакой травмы и разрыва шаблонов не произойдет И что мне также помогло На этом этапе с 2 лет организовать малышу Переход на дневной сон в собственную кровать Конечно, у всех абсолютно разная ситуация Кто-то прямо с рождения ребенка Отселяет в свою отдельную кроватку Кто-то все вместе спят до 4 лет Я просто придерживалась этого плана Мне это близко, мне это помогало Поэтому делюсь Четко обозначить, что это моя кровать с мужем То есть я дала понять, что это наша с Денисом кровать Я позволяю здесь спать Но также есть Евина кровать И это вот все, знаете, не в один момент Не в один день Просто когда-то, когда привезли кроватку вот эту Я просто готовила ее к этому А когда-то у тебя будет своя кроватка То есть это тот возраст, когда с ней уже можно говорить, объяснять У тебя там будут свои игрушечки лежать У тебя там будет свое одеялко Своя маленькая подушечка Это так здорово И она потом уже ждет этого момента Ей надо захотеть в свою кровать Дальше немного для меня тоже это открытие было Я бы сама до этого, наверное, не додумалась Давать много любви разными способами В том числе и авансом О чем здесь речь? Когда вы постепенно убираете ГВ Это в любом случае меньше тактильности Это меньше проявления той самой любви Когда ты просто смотришь на ребеночка И вот этот момент соития Признания ему в любви Он вам в ответ Этого становится меньше И это нужно восполнять чем-то другим Чтобы как раз таки не произошло отката Когда я вообще-то не был готов Давай-ка мамы наоборот еще больше И он начинает висеть потом на груди Вы начинаете много валяться, играть Обниматься Вот каких-то таких тактильных штук Чтобы физически ребенок получал эту любовь Которую он перестал получать за счет ГВ И про аванс тоже такой интересный пункт Это означает, вот когда ребенок сидит Просто играет в свои игрушечки тихо Ничего не просил Он не пришел к тебе и не сказал Мама, пойдем играть У него исходящего запроса не было И именно в этот момент круто дать любовь Ту самую любовь авансом Это когда ты просто проходишь Погладил по голове Сказал, я тебя люблю То есть это внимание со стороны Без исходящего запроса Это очень важно И это укрепляет вот эту уверенность Что мама меня любит Не только тогда, когда я прошу Интересная, да, вот мысль? Потому что часто мы как делаем? Ой, играет тихо Вот пусть играет там спокойно Если он приходит Мама, пойдем играть со мной Не всегда еще даже ты как бы пойдешь Не всегда ты готов Не всегда ты свободен Там можешь что-то готовить Что-то делать И что еще здесь интересно Невербальный язык Лицо, мимика, настроение Он считывает невероятно быстро И невероятно хорошо Они прям спецы в этом Поэтому не только важно Какие слова мы говорим ребенку А с каким настроением мы к нему подходим? Можно сказать Да, конечно, давай поиграем Молодец Словами ты вроде что-то поддержал Что-то сказал приятное Но невербально Ребенок считал Мне сейчас не до тебя Мне не интересно то, что ты говоришь Я просто хочу от тебя отмахнуться Следующий момент, о котором я уже немного упомянула Это не торопиться И дать время себе и ребенку Потому что многие действительно принимают решение на эмоциях Когда все задолбало Ты такой, все, прекращаю Резко, внезапно Я здесь мама Я здесь главная Но здесь взрослость свою мы проявляем не так, что мы сказали и отрезали И без разницы, каково ребенку сейчас Нет, наша взрослость здесь в том, чтобы, основываясь на знаниях Спрогнозировать этот переход так мягко и так плавно для себя, для ребенка Чтобы не было проблем Потому что ребенок на это не способен Это способна мама А чем вообще в этом пункте? Что шаги, вот эти переходы Например, когда дневных кормлений было 5 И их стало 2 Они выполняются плавно на каждый шаг по 2-3 недели, чтобы они закрепились И если мы видим, что ребенок начинает больше требовать любви Висеть прямо на груди Он дает понять, что ему рано Мы возвращаемся на шаг назад и его еще продлеваем на 2 недели То есть мы просто ставим себе установку Мы не торопимся Мы идем своим темпом Лучше медленно, но верно И обязательно дойти И в трудные моменты обязательно вспоминайте Что когда-то вы точно завершите ГВ Дальше мне очень помогало объяснять, что вообще конкретно происходит Это очень круто в этом возрасте работает Хотя мне все предупреждали Саша, завершай ГВ там раньше Потому что с 2 до 3 лет это вообще самый сложный возраст Когда они уже все понимают Начинают рвать на тебе одежду Хотя здесь я не соглашусь Потому что от мамы зависит, позволит ли она рвать на себе одежду И в этот момент я ее останавливаю Говорю, так, нельзя со мной Это моя одежда Она сейчас на мне Когда мне будет комфортно Когда мы уединимся Я смогу тебе дать грудь 99% зависит от мамы Если мама начинает жаловаться на ребенка Ну, ей захотелось побыть жертвой Ненадолго Может быть, немножко и надо Пожалеть себя там Но потом обязательно возвращайтесь в свою взрослую позицию Так вот, мне очень помогало объяснять вообще, что происходит В прямом смысле Я показывала ей младенцев Новорожденных малышей, которые без груди никак Но они физически даже действительно не выживут без грудного молока Я объяснила, что он маленький малыш Что ему нужна грудь А что Ева уже большая И скоро То есть не сейчас прям тебе уже не надо грудь Я просто объясняла, что скоро На будущее, очень на будущее Удочку закидывала Скоро Ева не будет брать грудь Ей не нужна будет грудь И иногда она реагировала нормально Типа, да, повторяла это Я уже большая А иногда Может, это было в период, когда ей меня не доставало Например, там, в течение дня Ей хотелось меня больше Она не соглашалась на эти фразочки И она говорила Нет, я маленькая Мне еще надо Я говорю, ну ладно, еще надо И, кстати, я даже не думала о способе намазать там грудь зеленкой Или чем-то противным, острым, неприятным Чтобы ей не захотелось вот от этого мотива Ей не захотелось брать грудь Я не хочу судить со стороны Каждая мама делает так, как комфортно ей Так, как она считает правильным Но для своей истории я отказалась от таких методов Просто даже представить, что для нее значит грудь Это ее такой маленький секретик счастья Не знаю, любви Теплый, вкусный, приятный И в какой-то момент Представьте, с вашим, не знаю, там, лучшим другом Или с чем-то, что вы считали очень приятным и хорошим Происходит какая-то дичь просто Он становится горьким, неприятным, зеленым Или каким-то еще Вот что у вас отложится в голове Просто, как вы думаете Как ребенок на подсознании это может воспринять Я не знаю Но как минимум, так как это не очень физиологично То есть у меня действительно с грудью уже не произошли такие изменения Я решила, что это не наш метод Ну и мы близимся к самому интересному В какой-то момент, когда я поняла, что, опять же, Ева готова Что у меня за 3-4-5 часов уже не наполняется грудь особо Я ввела правило, что мы убираем дневные кормления вообще Я просто однажды сказала, что с сегодняшнего дня Я могу дать грудь только на ночь Только на сон И это правило непоколебимое А. Оно происходит в момент, когда ребенок готов Б. Вы здесь непреклоняемы То есть не делаете исключения Потому что хоть раз делаете исключения Потом это будет практиковаться чаще и чаще То есть просто появилось правило Ой, вот днем как-то вот нет Я могла включить мантру То есть какую-то успокаивающую музыку Эта вот ритуальность, она помогала Потому что это просто переключает ребенка с активности на расслабление Но параллельно с этим мне сказки вообще не помогали Ева могла заслушаться наоборот А что это такое? Начать сидеть, играть Единственное, что вот на удивление казалось бы Какая-то банальная штука Но она очень хорошо помогала Я перечисляла монотонно на ушко То есть лежала с ней рядом, гладила И монотонно повторяла Всех животных, которые спят Ничто другое просто мне не помогало Это помогало И вот как я говорила про отлучки Такой основной проверкой Стало, что уже за два дня За два с половиной дня Когда я уже одна уезжала в Москву Ничего, у меня грудь не накопилась вообще И даже Ева не вспоминала именно про грудь То есть она вспоминала мама, да? Но вот про грудь нет Она засыпала все разы с папой сама спокойно Это для меня уже был звоночек Но, чтобы вы понимали Это прошло четыре месяца С момента, когда я решила Что мы начинаем плавное завершение ГВ То есть с двух лет до двух и четырех Где я не торопилась Где я позволяла возвращаться на шаг предыдущий Если я слишком поторопила события Но для меня это уже были маленькие успехи Я уже понимала вообще в голове Держала представление, что вот скоро Скорее всего скоро А, и чуть не забыла Это просто такой маленький пункт Лишний раз не переодеваться при ребенке Не соблазнять его, так скажем Потому что чем чаще, конечно же, ты видишь триггер Чем чаще ты видишь то, чего тебе хочется Тем чаще ты об этом вспоминаешь Поэтому, кстати, иногда рекомендуют Вообще летом не заканчивать ГВ Ну, как бы смещать Стараться на зиму, на весну По возможности, конечно По возможности Потому что там, как минимум, у тебя больше одежды То есть летом ты все равно Периодически в купальнике Дома как-то жарко Ты можешь быть в топе И часто напоминать ребенку это У нас как раз-то получилась осень Наша поездка в Турцию Если вы помните Выпуск из Турции Где совершенно просто неожиданно Вообще то, что я не подразумевала Произошло Произошло наше завершение грудного скармливания Вообще не так, как я думала То есть у меня в плане было как Потихонечку, помаленечку Начинать вообще на ночь укладывать Потому что это самое последнее, что остается Ночные кормления И все произошло проще Ева отравилась чем-то Мы все ели одинаково Может быть просто водой Вот знаете, когда ты меняешь климат Что-то может повлиять Суть в том, что ее однажды вырвало И педиатр порекомендовала не кормить Там ближайшие 5, 6, 7, 8 часов Если можно сутки Точно вообще ничем То есть сухую паузу выдержать И здесь тоже просто помогли Объяснения, как со взрослым человечком Которому ты говоришь Ева, тебя вырвало Помнишь, тебе было неприятно Сейчас нам доктор сказал Ничего не кушать Молочко тоже не давать И посмотрим, твоему животику станет лучше И так как легко Ева восприняла Вот этот переход на ночь То есть она уснула сама Она немного была обижена Видно было, что ей непонятно вообще, что происходит Но она уснула за секунду То есть сейчас она уже даже так быстро не засыпает Сейчас ей все равно нужна сказка Вот прошло полтора месяца Чуть позже расскажу о том, как сейчас происходит В тот момент она просто поняла Так, мне нужно быстрее вырубиться в сон Потому что меня все это обижает На тот период времени это прям спасло ситуацию Я не хочу сейчас сказать, что всем надо Именно такую ситуацию, чтобы завершить ГВ Я более чем уверена, что скорее всего Вот эта наша подготовка в течение четырех месяцев Что Ева вообще понимала Что происходит Что мы близимся к завершению ГВ Что его действительно физически стало меньше И поэтому этот переход стал проживать намного проще Намного легче И вот как раз таки в этот период Я прям насытила ее максимально Любовью, тактильными всякими обнимашками Потому что я представляю, какой кусок для нее Просто вот исчез в один день Даже я не ожидала действительно Притом, знаете, вот прошел день, прошел два И я все не могла в это поверить Я такая, в смысле, то есть все, все, все Вот прям все Я даже записала голосовое сообщение Доули своей Говорю, Кать, я что-то, может, не понимаю Но вроде мы как бы все И вроде все нормально Вообще что-то мне надо знать, может быть, сейчас Потому что я ожидала это сделать чуть позже Когда мы приедем из Турции Кстати, Катя мне дала очень классный совет Отпраздновать это событие Дать Еве понять, что вообще произошло В один из вечеров мы просто купили ей там сладенького к чаю И сказали, Ева, ты сейчас уже стала большая Тебе больше не нужна грудь, мамина Что там больше нет молочка И она как бы вроде с одной стороны еще вот радостная Потому что там тортик, вот мы все это говорим Она так думает, о, как это праздник С другой стороны, конечно, немножко еще и обидно Потому что ну как там, как бы Это же вот ее часть жизни Она сколько себя помнит, столько была на груди Но это правда классный момент Можете взять тебя на заметку, мне кажется От того, что вы это выделите как праздник Поздравить ее с тем, что она вот эту сепарацию прошла Что она теперь стала девочка Она не малыш, она девочка Это круто Сейчас все, в принципе, отлично Ночью 100% Ева стала лучше спать Потому что она не просыпается на то, чтобы подкормиться Даже с утра она крепче спит Я могу встать, утром что-то поделать Это для меня прям спасение Потому что когда мы были на ГВ Даже уже в возрасте двух лет Она могла попросить вернуться меня Полежать с грудью И если я ей не дам, она могла проснуться в плохом настроении Начать конючить, капризничать И я открываю свой инстаграм Потому что здесь вы задавали вопросы на эту тему Не наполнялась ли грудь после завершения Не нужно было сцеживать Так как я говорила, что у меня уже был процесс Когда грудь была полностью готова Она была на 100% готова Она уже выдержала поездку В два дня без Евы То нет После того, как мы закончили Вот просто вот ничего По-моему, кстати, молоко в груди остается еще Спустя там полгода или даже спустя год А иногда проходит даже очень много-много лет Там женщины потом делают То ли подтяжку груди То ли какую-то операцию на грудь Я помню, была история И что в протоках было найдено Найдено В общем, что еще там было молоко Представляете, спустя такое долгое время Конечно, основной вопрос от вас Это как же это произошло Надеюсь, это видео все-таки помогло Ну, еще по популярности второй вопрос Это внешний вид груди после ГВ И здесь я, конечно, не могу обрадовать ничем Вся эта правда про уши с паниэля Это правда, девочки, я подтверждаю Тут только ждать второго ребенка Вторую беременность Чтобы грудь снова стала упругой Прям в объемах очень сильно изменилась, конечно Но мне нормально Я как бы насчет этого не парюсь Что насчет операции на подтяжке груди? Что думаешь, будешь ли делать? Нет, я не буду делать Перевязывала ли чем-то грудь? Ну, это вот к вопросу, наверное, о тех методах Зеленкой помазать Чем-то намазать горьким Перевязывают за тем, чтобы как раз-таки молоко пропало Но, по-моему, это не самый экологичный способ Очень много вопросов относительно возраста Когда мне можно завершать ГВ? На самом деле, такой вопрос, он уже под собой Несет снятие ответственности с себя На какого-то человека или на ребенка Который вам подскажет как-то Это решать только вам Есть знания определенные, да? То есть это одно Есть рекомендации, там, ввоз кормить до двух лет Есть рекомендации от консультантов по ГВ До двух с половиной, до трех лет До тех пор, пока ребенок уже просто сам интерес потеряет Всякие есть рекомендации Я уверена, есть рекомендации от вашей свекрови Или там от вашей мамы, от бабушки Их личный опыт И все это должно наложиться на ваше состояние И вы должны спросить в первую очередь у себя Как я уже говорила в начале Кормить просто потому что надо А вам это вообще никакого удовольствия не доставляет И вы, кормя грудью, передаете только напряжение, гнев и ненависть Вообще к этому процессу То зачем? Опять же, другой вопрос Можно разобраться, почему у вас растет этот гнев, ненависть Вряд ли он по отношению к вашему ребенку Он вообще еще ничего не сделал Скорее всего, вам не достает ресурсов в течение дня Вам нужно выделить четкое время на то, где вы занимаетесь только тем, что вам интересно И не там, где вы все время что-то делаете Надо, надо, надо Одни сплошные Выделять себе время Вот эти самые отлучки Это как раз таки про то, что мама должна выделять для себя время Как вы морально себя чувствовали после завершения ГВ? Если честно, то вообще нормально Никакого состояния какого-то там странного у меня не было Вот просто все ок Такое ощущение, что мы действительно поставили точку в одном длинном предложении Были ли у меня лактостазы? Да, у меня были лактостазы два раза Самое худшее время за период ГВ Кто не в курсе, лактостаз происходит на почве Вообще на разных почвах Может просто быть на нервной почве Чаще всего это как бы вы перекормили, например, одной грудью И во второй груди накопилось молоко Или просто выдержали очень длинную паузу Между кормлениями, к которой пока что ни ваша грудь, ни ребенок не готов И грудь наполнилась И наполнилась не просто, но еще и нагрубела И это стало болеть И это превратилось в температуру, в недомогание И это прям срочно надо что-то с этим делать Это процесс не просто, когда само пройдет Нет, чтобы как раз таки это состояние не перешло в мастит И в дальнейшем, не дай бог, до хирургического какого-то вмешательства Нужно срочно звонить консультанту по грудному скармливанию Приглашать, чтобы он помог вам сцедиться Либо получить от него подробные рекомендации, как это сделать вам Не пропускать вот эти сцеживания Кормить ребенка в разных позах специально Говорят вообще, что ни одно ГВ еще без лактостаза не прошло Что все с этим сталкиваются И это нормально Но для меня каждый раз, если честно, это был повод подумать Где я вообще закрыла глаза на себя Потому что это такое напоминание В виде телесного проявления Такой вот болячки Так или иначе это болячка Потому что не всегда, далеко не всегда у меня это было Из-за того, что я передержала вот этот срок между кормлениями Например, я кормила раз в 2 часа Продолжала кормить раз в 2 часа А потом оп, грудь нагрубела почему-то И вот у меня температура, вот это недомогание И это было как раз оба раза В период, когда я очень много на себя брала Перегружала себя как-то, брала слишком много дел И пыталась везде успеть И меня мой организм просто осаживал в кровати Говорит, тебе сейчас надо здесь сидеть Обрати внимание на то, что происходит в твоей жизни 2-3 дня ты лежишь, ничего не делаешь Ночной сон и зубки успокаивает только ГВ Прекрасно понимаю Именно поэтому, возможно, я дождалась всех зубов у Евы Самый, кстати, сложный зуб был под конец Все зубы у Евы там в 6-8 месяцев Вообще в год, в полтора года Когда уже начали там дальние вылезать Они все прошли хорошо Ну вот плюс-минус все хорошо И вот как раз в 2 года с копеечкой У нее самый дальний зуб лез хуже всех просто Там вот так вот надулась десна Все это очень сильно кровило Было ужасно ей неприятно И она не давала туда не лезть, конечно же, зубной щеткой вообще в эту сторону Нет, даже помазать, даже вообще хоть что-то И как раз для меня это был звоночек переждать То есть переждать еще очень даже ого-го как То есть я дождалась всех зубов Потому что я представляю Это действительно одно из самых лучших, наверное, вообще спасений При прорезывании зубов, ГВ Как справляться с истериками по ночам, что не даешь грудь Честно, я никогда вообще не доводила до истерики Что прям Ева билася пол и там говорила Надо, надо, надо Если прямо у ребенка сильная истерика Может это вопрос о том, что ему еще рано Что он дает понять, что он еще не готов Я понимаю, это очень сложный такой период Я бы посоветовала вообще почаще обращать внимание на то, какой ребенок Как он себя чувствует при этом всем Считывать его состояние, стараться Потому что какой-то шаг по уменьшению прикладываний Может прям вот тут хорошо идти Вот видите, на нем это особо не сказывается Он уже к этому готов А вот что-то прям протест Вот прям будет воспринимать как протест Надо в этом, значит, еще повариться Еще подольше протянуть этот шаг Цикл вернулся, жду обзор менструальной чаши Я ждала этот вопрос Цикл вернулся спустя 3 недели И все как по часам сейчас Да, если что, я из тех, у кого не было цикла На протяжении 3 лет практически То есть это беременность и весь период грудного вскармливания У кого-то менструации возвращаются спустя 2 месяца кормления Полгода кормления А у кого-то вот так вот держится столько, сколько ты кормишь Определенные гормоны на это влияют И вот как раз, когда Ева перестала прикладываться Вот этого спроса не стало Предложения в виде молока тоже не стало И вот через 3 недели спокойненько вернулся цикл Абсолютно точно таким же, каким был Потому что я думала, если честно, что количество дней уменьшится У меня было 6 дней, но нет Насчет менструальной чаши на самом деле Это такой облом произошел Я решила опробовать менструальную чашу И мне вообще неудобно Я попробовала при том абсолютно разные То ли у меня какая-то чувствительность очень повышенная То ли надо потестить разные бренды Но знаете, это как бы тоже не дешевое удовольствие Ладно, ты бы точно знал, что тебе подойдет Она стоит около 2000 Конечно, она долго прослужит Но если ты будешь пробовать так разные бренды Их же возвращать нельзя, например Сколько у тебя дома их скопится Возможно, вы мне с этим поможете Если вы вдруг тестили и можете порекомендовать удобную менструальную чашу Напишите обязательно в комментариях бренд И как теперь спит Ева С вами или нет? У нас так получается, что кровать Большая вот эта наша с Денисом И к ней приставляется кроватка Как по мне, это, по-моему, вообще самый идеальный вариант Потому что полностью отдельная кровать Из которой ребенок будет выходить, например, ночью Ну, очень часто там дети до 4 лет Они прям выходят из кровати Топают к родителям Хочется к маме под крылышко, например Как-то мне этого не хотелось И у нас получается как будто такое единое гнездышко Наша с Денисом кровать И вот крылышко Евы Как бы обособлено, да, вроде это уже не кровать Но вроде бы мы вместе И я жду момента, когда мы заедем в новую квартиру У Евы там будет комната Целая комната ее С ее кроватью отдельной А в нашу комнату, в нашу спальню Я уже не поставлю кроватку То есть просто вот мы заедем туда И там мебель будет вот так вот стоять И заранее я, конечно, буду ее готовить К тому, что у нее будет отдельная комната Что там будет прикольная такая кроватка Там будут отдельные подушечки, ее игрушки Над кроваткой там будет второй этаж Думаю, что не будет такого потрясения Что она спит теперь отдельно от родителей Просто мы переедем в абсолютно новое пространство Для нее это будет привычно, ну, вот так вот И то посмотрим Я не знаю, как будет Насколько я готова Ева готова вообще полностью спать в отдельных комнатах Это вопрос Мы, конечно, заезжать планируем не раньше июня Наши сроки все сдвигаются, сдвигаются К этому времени Еве уже будет три полных года В общем, я буду смотреть по ситуации Вообще, мне безумно комфортно спать Рядышком с Евой В вопросах ребенка все настолько индивидуально Есть такие дети, которым, ну, вот, не знаю Они особо не тактильные Им вообще вот не надо Им без разницы, где спать Они хоть на диване будут спать Их уложили, и ладно По Еве, особенно после двух лет Я начала за ней наблюдать так Она очень тактильная, очень чувствительная Она любит вот прям вот спинкой, чтобы касались Она прямо просит обнимать, просит греться И я вот просто подстраиваюсь, если честно То есть мне самой приятно, мне самой в удовольствие все это И поэтому до тех пор, пока это нам комфортно Почему нет? Как вы могли так долго продержаться, чтобы молоко не пропало до двух лет? Молоко рождается по принципу спрос-предложения Чем больше спроса, тем больше предложения Оно не может пропасть вот так вот в один момент Конечно, если не произошло какое-то стрессовое горе Возможно, там в семье И у мамы чисто гормоны очень сильно подшатнулись И то даже в такой ситуации можно вернуть ГВ Более того, есть случаи, когда ГВ возвращают спустя там две недели Отсутствие кормления Там мама, например, в больнице лежала Ей нельзя было кормить Но она очень хочет вернуть грудное скармливание Очень хочет кормить ребенка грудью И консультанты в этом помогают И прикладываются И, конечно, это очень нелегко Но вот так вот в быту, особенно, когда никаких там отъездов моих не было Куда молоко деться-то, если постоянно есть спрос? Вот оно постоянно и рождает предложение Хочу подытожить Я просто желаю вам терпения И посылаю лучи тепла и поддержки Потому что мамам, как никогда, это важно Особенно в период, когда мама планирует завершать ГВ Да вообще всем мамам всегда нужна поддержка, мне кажется Если вы устали, это не всегда значит, что вы хотите завершать ГВ Стоит у себя спросить Хочу ли я сейчас завершить ГВ, потому что я действительно этого хочу Или потому что я просто устала, меня все бесит Я хочу, чтобы от меня отстали, меня не трогали И тогда, возможно, вам в другой какой-то области стоит наполниться И вам хватит вашего ресурса потом на кормление ребенка Ну а в тему материнства я бы хотела снять видео Возможно, даже с Денисом О наших принципах воспитания ребенка Я бы не сказала, что мы прям их составляли Как какой-то трактат, который висит у нас дома Но у нас определенно есть наши принципы По которым мы и сами живем И по которым Еве что-то объясняем А я вас не могу не пригласить в свой инстаграм Конечно же, подписывайтесь, если еще не подписаны И скоро увидимся Пока-пока